Пассажирам Беларуси скоро может понадобиться электронный проездной. В стране испытывают транспорт будущего. Инновационные автобусы не передвигаются привычным способом, а скользят над землей. Анна Данилюк прокатилась по маршруту. Автобусы не едут, а парят над землей, держась за струнные рельсы. Пути лежат на специальных опорах. Так в Беларуси видят транспорт будущего. Такая эстакада несет в три раза большую нагрузку при том же расходе материалов. И она в пятый раз жестче, а нам нужен ровный путь, чем традиционная эстакада. Такие вагончики могут быть и личными, а в качестве общественного транспорта выполнять городские и даже международные поездки. Например, скоростной состав Минск-Москва разгонится до 500 км в час и перевезет полмиллиона пассажиров за сутки. А вот так выглядит велосипед будущего. Конечно, он может работать и на электродвигателе, но лучше всего крутите педали сами. Во-первых, сэкономите. Во-вторых, разгонитесь до 150 км в час. Поехали! Стоимость высокоскоростной трассы – 3 миллиона долларов за километр. Но авторы уверяют, инновационная разработка вытеснит привычные виды транспорта. Она экологична, безопасна и выгодна. У нас эта окупаемость составляет порядка 5-7 лет. И фактически, начиная с 5-го года, многие проекты начинают приносить прибыль. Инновационным проектом интересуются Индия, Индонезия, страны Персидского залива, ВСНГ, Молдова, Кыргызстан и Россия. Министерство транспорта России также проявляло интересы, и мы получали от них заключение об инновационности нашей технологии. Поэтому мы видим Россию сейчас как первую страну в СНГ, как партнера для потенциального внедрения технологии. Составы могут перевозить любые грузы на любых территориях. Разгонится такой поезд до 150 км в час. В год сможет перевезти примерно 200 миллионов тонн. А вот здесь на производстве создают транспорт будущего. Например, этот юнибус. Он рассчитан только на пассажиров. Автобус сам может контролировать скорость, отслеживать ситуацию на дороге и ехать в любую погоду. Кстати, в нем предусмотрены все меры безопасности. Все материалы для изготовления подвижного состава и рельса производятся в Белоруссии. Анна Данилюк, Александр Дашук, Алексей Агейнко, МИР24. Появится такой транспорт и в Индии. Уже подписан документ о сотрудничестве с правительством одного из штатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова